Добрый день! С вами программа «Акцент» в студии журналист Елена Потоцкая. В эти дни в Республике идёт месячник матерей. Мы сегодня ведём беседу с председателем Союза женских советов Республики Саха-Якутия Анжеликой Игоровной Андреевой. Анжелика Игоровна Андреева родилась в 1972 году в селе Бердегистя горного района Якутской АССР. В 1999 году окончила Финансово-экономический институт Якутского госуниверситета. В 2003 году назначена заместителем министра по молодёжной политике Республики Саха-Якутия. С февраля 2016 года директор детского издательства «Кескил» имени Николая Морденова Аммад Чигия. В 2016 году на съезде женщины Якутии избрана председателем Союза женских организаций. Анжелика Игоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы начнём разговор с того, как на сегодняшний день, сколько женсоветов по всей Республике и какую работу они ведут. Пожалуйста, расскажите. Да, действительно, для нас праздник День Матери очень важный, очень, можно сказать, духовный праздник. И в эти дни, конечно же, по всей Республике, наши женсоветы, их более 300 в нашей Республике, как раз вдохновлены данным праздником. И проводится много мероприятий, ряд мероприятий. И я бы хотела сказать, что все наши женщины работают на слегах в районах Республики, совершенно на общественных началах. Они являются большими помощниками нашим отделом, отделом молодёжи и семейной политики. В отделах работают не так много народу, где-то специалисты. И как раз основной костяк, который сегодня проводится, политика по поддержке матерей, проводится нашими общественными женскими организациями на местах. Вот такой вопрос. Какую работу ведёт союз женских организаций по поддержке матерей-героинь, матерей-одиночек, ну и такой категории, как многодетные матери? Ну, конечно же, союз женских организаций. Наши основные документы, на основании которых мы работаем, это резолюция нашего 14-го съезда женщин в Якутии, которая состоялась в 2016 году. Также буквально в прошлом году у нас принят нормативно-правовой акт. И в этом году утверждён правительством Российской Федерации. Это стратегия в интересах женщин до 2020 года. И также мы основываемся на наших документах, которые принимаем на пленуме, то есть на наших созывах, когда созываются все женщины со всей республики нашей женсоветы. И мы проводим как раз данную политику на основании этих документов. Но то, что касается непосредственно на местах, то это, конечно же, в первую очередь сейчас очень модно говорить, что проектное управление. И также наши женские общественные организации, женсоветы на местах работают по своим проектам. То есть по авторским проектам, проектные направления. Допустим, если возьмём Намский район, там у нас очень хорошо работает Маркова Любовь Михайловна, председатель женсовета. И у ней очень хорошее направление, это как раз работа с женщинами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. То есть они очень активно работают по пропаганде здорового образа жизни, активного долголетия. И как раз вовлечения наших женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в нормальную общественную жизнь. И также у нас, допустим, если брать Чуропчинский женсовет, возглавляется дальше Александра Васильевна. Они у нас как раз в День матери провели очень много мероприятий в Нослегах. Как раз они пропагандируют, правильно сказать, чаепитие. Допустим, из Иван-чая делают чай и церемония чаепития. Это проходит уже как авторская их работа. Во всех селах они проводят такие, да? Да, практически во всех селах. И также я бы хотела сказать, у нас очень активно начали работать, у нас же в президиум союза женских организаций входит 20 женщин, которые возглавляют женские общественные организации, которые имеют филиалы в УЛУСах, да, союза женских организаций. И также у нас очень хорошо активно работает направление, это Всероссийское движение Матери России. Они также есть филиалы во всех УЛУСах. И сейчас у нас активно проводится ко Дню матери очень много мероприятий по республике, как раз по конкурсам для матерей, для девочек, для дочек, под руководством Проскоя Петровны Борисовой. Анжелика Егоровна, с какими вот вопросами чаще всего обращаются в женские советы женщины, сами женщины? У нас каждодневная работа, она рутинная, ее действительно не видно, да, в основном можно рассказать, показать хорошее наше мероприятие. Но несмотря на это, у нас каждодневно идет очень много вопросов, заявлений, ходатайства от женщин, многодетных матерей, от женщин, которые не могут оформить свои документы, допустим, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не могут выехать в тот или определенный, допустим, район, выехать. И мы, конечно же, по мере возможности, как раз мы являемся тем проводником, можно сказать, это органов госвласти и вот наши на местах женсоветы, общественные организации, они сегодня являются теми проводниками, которые, допустим, женщины, матери оказались в сложной ситуации, и мы должны им помочь правильно как бы найти решение их вопросов, помочь им. И в этом как раз и заключается роль женских советов. Они все на общественных началах, зарплату никто не получает, но они ведут огромную, невидимую общественную работу, взаимодействие общества и власти. Вот вы сказали, что союз организаций женщин совета, да, вот вы общественная организация, и отрадно то, что вы очень хорошо поддерживаете различные проекты. Вот, например, я вчера передачу смотрела, у Чигаен Бусерге, там Василина Шарина рассказала, что очень интересный она, интересный проект имеет, да, пожалуйста, расскажите, как вы их поддерживаете. Сейчас вообще мы живем в современном мире, как бы современная женщина, она сегодня прекрасный работник, прекрасная, можно сказать, состоявшаяся в профессиональной сфере, но в то же время она прекрасная мама. И в этом направлении сейчас очень много хороших молодых мам, которые инициируют различные общественные проекты. И мы как союз поддерживаем эти проекты. Допустим, Василина Шарина, она сама по себе очень прекрасная девушка, выигрывала многие конкурсы, хамусист, и они пришли с инициативой, с мамочкой, да, очень хорошая была инициатива, это проведение сейчас в Инстаграме очень модно, да, проводить различные конкурсы. И как раз через Инстаграм у нее очень много подписчиков, то есть это реальных людей, которые смотрят, следят за ней и будут участвовать в конкурсе. Конкурс заключается в том, что мамочка должна вместе с дочерью станцевать, пусть это будет на кухне, пусть это будет дома, в зале или где-то в общественном месте. И как раз по итогам этого конкурса мы должны провести финальное мероприятие. Пригласим как раз всех мамочек с дочерьми, допустим, в спорткомплекс «50 лет победы», и мы проведем финальное мероприятие данного виртуального конкурса. А часто Вы проводите командировки, вот женские советы, да, в выезды, да? Какие намечаются? Да, как я уже сказала, мы работаем по проектным направлениям. Например, у нас есть очень хороший проект «Академия современной девушки». Это наши девушки-лидеры выезжают в районы и как раз встречаются с такими же девушками, как они, и помогают им, допустим, в различном, допустим, мастер-классе проводить. Начиная там от шитья, заканчивая приготовлением различных блюд. И также у нас есть такой очень хороший проект. Мы скоро выезжаем в Горный Лус. Нас пригласил женсовет Горного Луса. Они проводят сами тоже внутренний конкурс, называется «Счастье руками женщины». Это будет у нас на следующей неделе, 27 октября. Мы, конечно, стараемся, по возможности выезжаем во все улусы нашей республики. Но очень сложно, конечно же, нашим женщинам, которые на северах, в северных районах. Но у нас в Союзе за это направление отвечает Иванова Лена Степановна. И вот она очень часто посещает северные улусы и помогает женщинам, матерям решать какие-то существующие действительно на сегодняшний день насущные проблемы. А часто Президиум Союза женщин собирается? Да. По уставу у нас съезд созывается один раз в пять лет. В перерывах между съездами у нас собирается высший руководящий орган, это пленум, который собирается два раза в год. И в перерыве между пленумами у нас есть высший орган, это Президиум. Президиум у нас заседает раз в квартал, на котором мы принимаем стратегические направления работы. Входит туда, как я уже сказала, уважаемость женщины республики. И каждая из них работает в своем направлении. Начиная от пропаганды здорового образа жизни и заканчивая такими серьезными вопросами, как законодательство. Какие можно внести свои творческие инициативы для решения, допустим, непосредственно не только сейчас, но и на пять лет вперед, на десять лет вперед. Какие общественные организациями вы еще тесную связь держите? У нас в последнее время женщины на местах, наши женсоветы, очень активно стали работать с советами отцов. Они поняли, ну не то, что поняли, они хотят, чтобы наши семьи были полными, чтобы роль отца все-таки была высока в воспитании детей. И проводится вот совместно очень много мероприятий с советами отцов. Спасибо, Анжелика Егоровна, за интересную беседу. С вами была программа «Акцент» журналист Елена Потоцкая. До встречи в эпидемии. Субтитры подогнал «Симон»!